Сразу после посещения завода глава Чувашии Михаил Игнатьев отправился в Ибресик, где поздравил жителей района с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В фойе ДК развернулась ароматная выставка. Все, чем богаты фермеры, колхозы и сельхозпредприятия района, сегодня выставлены на показ. Фрукты, овощи, орехи, грибы, мед, разнообразная выпечка и молочные продукты. Глава региона обошел все стенды, отметив, что чувашский народ добивается хороших результатов только благодаря своему трудолюбию. Чувашскую народную песню о любви к родине, отцу и матери присутствующие в зале слушали стоя. Алран Кайми можно считать гимном людей, выросших на земле. Именно их сегодня чествовали в Ибресинском доме культуры. В самом начале по традиции подведение итогов сельскохозяйственного года. Для сельскохозяйственного производителя района 2013 год был напряженным и потребовал приложение больших усилий для преодоления последствий неплагоприятных погодных условий этого года. Тем не менее, по итогам работы агропромышленного комплекса района за 9 месяцев селом сохраняется положительная динамика в его развитии. План сева яровых, зерновых и зернобобовых культур район выполнил. Погодные условия позволили заготовить корма в достаточном объеме, констатирует глава администрации. Ряд хозяйств сумели запастись кормом на два года вперед. Радуют успехами и животноводы. За 9 месяцев в районе произведено 1171 тонна мяса и 2753 тонны молока. Кроме поголовья свиней и лошадей увеличилось поголовье овец и коз. Но трудностей по-прежнему хватает. Небесная канцелярия в этом году не позволила аграриям выполнить план сева озимых культур. Кроме этого остается острая потребность в новой технике и квалифицированных кадрах. Молодые специалисты неохотно остаются на селе. Причина – низкая заработная плата. В среднем колхозники получают не более 6,5 тысяч рублей. Многие предприятия держатся на старых закаленных кадрах. Сегодня передовиков поощрили не только грамотами и благодарностями, но и денежными призами. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.